Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com можно купить аккаунт Dota2 с любым рейтингом, данные о котором моментально придут на твой email. Также можно запустить свой аккаунт и при этом контролировать весь процесс. Anylevel.com – магазин с железными гарантиями. А по ссылке в описании действуют специальные скидки для моих подписчиков. Гейб выпустил новую аркану. Посмотрите, какая она классная. Прямо всё такая проработанная и подходящая к стилистике героя, что самое главное. Например, к стилистке в Рейс Кинга или к стилистке Фантомке. Ну блять, каким боком тут джаггернаут, который всю свою счастливую до сегодняшнего дня жизнь был красным. Какие нахер драконы, вылетающие после критов? Что это вообще за дичь? Именно такие эмоции могли возникнуть у вас после выхода этого чудесного предмета. По крайней мере у меня примерно так и было. Но сначала я с недоверием на лице начал искать где же тут стили. Вроде бы инсайды были о том, что их будет несколько. И тогда было бы логично, что сраный синий цвет, который всех уже я уверен достал, будет самым дефолтным. Насколько я не искал, стили появляться не хотели и тогда я понял, что дело совсем плохо. Как вы видите на своих мироточащих экранах, которые уже наверняка опустили слезу, потому что им стыдно такое показывать, джаггернаут извергает из себя дешевые элементы китайского фольклора. Дракончиков, синее пламя и прочие маскарадные атрибуты. То есть он продолжает чудеснейшую тенденцию, начатую еще в 2014 году, когда поменяли Леорика. Напомню для ньюфагов. Раньше Вэрэйс Кинг был вот таким, потом ввели этого синего бомжа и заодно с ним синюю аркану на фантомку. Тогда все говорили, что Гейб хочет завоевать рынок Китая, чем он вот уже третий год и занимается. Вы все это могли заметить по очень оригинальным сетам, которые посещают нашу игру, ну и конечно очень интересным персонажам. И что тут можно сказать, лично я совсем не против такого дерьма. Но твою мать, Габен, не нужно же так сильно перебарщивать. Зачем лепить драконов туда, где их и в помине не было? Джаггернаут это конечно восточный самурай, но изначально эта стилистика доты вообще кому-то здесь нужна, нет? Я удивлен, как еще Джакира не получил вот такую модельку вместо той, что ему дали. Если все так пойдет и дальше, то через годик-другой дота будет выглядеть как-то примерно вот так. Но мы ведь войним здесь про скатывание Габена, так что если отодвинуть китайщину в сторону, то хорошего все равно остается мало. Аркана конечно меняет кучу всякого дерьма, но как по мне так меняет она не в лучшую сторону. Какая-то она халтурная и не цепляющая получилась. Чуть ли не самая слабая из всех. Возможно конечно, что меня уже просто люто заебал этот восточный движ. А возможно все потому, что я ждал несколько стилей, и мои ожидания были завышены, но мне вот Аркана абсолютно не зашла. Напишите конечно в комментах, может это я такой больной урод с плохим вкусом и на самом деле Аркана просто 12 из 10. Ну и конечно я не мог не обратить внимание на сраный Вард. Это вот у меня одного такой баг, или он действительно такой гребечно выглядит у всех? Не понимаю, серьезно. Ну раз двинулся ты уж головушкой и делаешь все синим, то почему-то Вард забыл. Или это они просто текстурку забыли залить в обнове. Короче, очень какая-то уж странная Аркана и никакого желания потратить свои школьные завтраки она у вызвала. Ну и ладно, спасибо всем за просмотр, давайте в комментах обсудим эту дичь и поговорим о скатывании Габена. Так что ставьте лайк если Аркана лютое говнище и ставьте диз если… о боже это божественно господи займите два косаря. Ну и подписывайтесь, это в любом случае. Субтитры сделал DimaTorzok